Проблема такая существовала с 2005 года, когда аэродром Ржевку закрыли. Мы не успели улететь оттуда, и у нас возникла проблема. Проблема была очень тяжелая. Нужно было получить сертификат летной годности, подготовить, найти летчика-испытателей, освободить полосу взлетную от автомобилей. И все 4 года я к этому шел. Команда была, конечно, очень маленькая, было очень сложно. Но мы преодолели, перелетели на аэродром Горелого. Удачно довольно-таки все это произошло. Но возникла очередная проблема. Не успев привезти самолет в летную годность, как откуда ни возьмись, свалилась налоговая инспекция. Долги у нас были, но мы как бы планировали запустить самолет, начать летать, чтобы потянуть заинтересованных ряд людей авиационных. И начать работать, летать, то есть демонстративные полеты. И платить налоги. Ну, не успели мы это сделать. Так получилось, что налоговая сообщила приставам. Приставы приехали, самолет арестовали. Все закрутилось в мгновение ока. Так как самолет, очень мощные двигатели, 1900, там получается по 470 тысяч в год. То есть, ну, довольно-таки солидная сумма. Просто самолет был в Федерации зарегистрирован, любитель авиации. Ну, с годами, с 2007-го прекратило действовать, как бы разрешение полетов Федерации любителей авиации, ФЛА. И я был вынужден, чтобы самолет не остался бесхозным, я вынужден был его перерегистрировать, а он, авиация, общее назначение. И отсюда все как бы и началось, эти все беды. Просто я даже не представлял такой сложности, что будут такие бешеные налоги, ну, то есть большими. Вы же видели, что полоса все в отличном состоянии. Не то, что в хорошем, но в отличном состоянии можно было улететь оттуда. Вот, ну, предпринимались действия со стороны руководства и еще довольно-таки ряд, я думаю, заинтересованных лиц, чтобы самолет там остался. Эти самолеты эксплуатировались в Ланоденском авиапредприятии. И вот их там было довольно-таки много, более, по-моему, 15 или 17 самолетов. И остался буквально один самолет. Вот. И он довольно-таки в хорошем состоянии был, в отличном даже состоянии. И мы его приобрели тогда. Я был начальником аэроклуба в городе Мирном, Якутии. И вот мы его там купили. И то есть мы много лет летали, до 2007 года мы летали, вот представьте, да, летали под флагом Федерации любителей авиации. И нигде по всей стране, по всей Сибири у нас не было проблем. Мы во всех авиашоу участвовали, в выставках участвовали на Ил-14, обучали курсантов, то есть у нас была подготовка, группа специалистов, пилотов в аэроклубе. И на выпускном мы давали на самолете Ил-29 программу небольшую, выпускную. И на Ил-14 практически все летали у нас курсанты, выпускники, то есть 11 класс. Основная задача, значит, погасить хотя бы задолженность, и приниматься за самолет, чтобы он летал, эксплуатировался. Пилотировался.